СВЯТОЙ ТРОИЦКИЙ И Владыка так это очень прозорливо благословил сделать, потому что количество людей, которые приходят в этот день для того, чтобы причстить Святых Христовых Тайн, становится все больше и больше. События приурочили к празднованию Дня Святой Троицы, который еще является Днем Рождения Церкви. Помолиться пришли сотни верующих, многие – семьями. После литургии для гостей работала полевая кухня, где угощали гречневой кашей и травяным чаем. А на главной сцене фестиваля развернулся большой гала-концерт. У нас есть уже добрая такая традиция, добрые друзья фестиваля, которые практически уже там по своей возможности принимают участие достаточно часто в фестивале. Кого-то мы приглашаем, кто-то подает заявки, но, конечно, есть отбор коллективу. Артисты пели и танцевали. Выступили вокально-инструментальная группа «Родные берега», автор и исполнитель духовно-патриотических песен Наталья Гражданкина, хор храма Рождества Христова, вокальный квартет «Инканто», народный вокальный ансамбль «Вера» и другие коллективы. Далеко, далеко, через десять морей, страны и города, где теплее и светлее, только русскую краю, только душу и кровь не заменит ничто. Для меня это в любом случае пение, наверное, сердцем. Независимо от того, насколько у тебя на душе, может быть, разные состояния, но ты поешь, и тебе становится легче, веселее и как-то оно бодрее получается. Ксения Баканова, Валерий Майоров, События.